Обезумевшие от безделья, безнаказанности, идиотизма, люди начнут друг друга крушить и разорвут этот мир на части, в этот сценарий я с легкостью поверю. И есть даже термины «цивилизация праздности». И такое уже было, например, где Древний Рим. Руины мы видим, да? И результаты труда тех, кого нет, мы видим, потому что на этом наша европейская цивилизация стоит. Равно как неевропейская стоит на ваших древних мыслителях, которых давным-давно нету, но они есть. Они есть гораздо больше, чем те, которые этот мир покинули полгода назад, потому что они создали великую цивилизацию. Но вы не верите в коллаборацию искусственного интеллекта и нашего интеллекта? Я не верю. Я буду очень рада ошибиться. У него нет основания с нами дружить. Зачем? Зачем нам с ним дружить? Это я еще могу себе представить. Разработчики говорят, что это нам в помощь. Они либо лгут, либо они неумны, либо они мало знают. Это неправда. Какую помощь? Он пускай делает не мою работу, а тяжелую работу. Чинит водопроводные трубы. Вот у меня к нему такое пожилое. Пускай делает тяжелую работу. Ведь когда это все начиналось, то говорили, вот физическую работу будет делать искусственный интеллект, а мы займемся высоким. И что? Он делает физическую работу? Нет, он работает с бигдейта. Правильно? И слава богу, потому что люди этого не могут делать. Но не может ни один человек работать с гигантскими базами данных. Я просто хочу этим сказать, что есть масса областей, где его заменить нельзя, потому что люди этого делать не могут. Но мы-то делаем следующий шаг, а вот это зря. Но все равно мне кажется, что у искусственного интеллекта не будет никогда вот этих инсайтов, которые происходили у великих людей, да? Это правда. Но он может их искусственно имитировать. Опасность, я думаю, заключается в том, что он будет имитировать эмоции, он будет имитировать, идеально имитировать, потому что его обучат. Или он сам обучится. На тысячах фильмов, например, да? Вот как себя ведет человек, который в горе, да? Он вам будет демонстрировать все это. Он научится имитировать эмоции, и он научится распознавать ваши эмоции. Таким образом, у вас, вот мы в институте психоанализа сидим, у вас появится психотерапевт, который не человек. И если вы сошли с ума, то вы к нему пойдете. А если у вас осталось что-то в голове и в душе, то вы к нему не пойдете никогда, потому что вам нужен человек. Вам не нужна идеальная программа, которая хорошо выучила учебник. Она вам не нужна. Вам нужен не тот, который делает вид, что вам сочувствует. А на самом деле он состоит из единиц и нулей. Он программа. Он просто программа. Вы собираетесь советоваться с программой? Понимаете? Я вижу опасности, реальные опасности. А для нас я вижу только один рецепт – опомниться как можно скорее и придумать лучшими умами человечества, придумать, что нам делать, чтобы нам осталось место в этом мире, чтобы мы могли в нем жить, вообще-то говоря. Татьяна Владимировна, вы 20 лет проработали, да, в психиатрической больнице? Ну, примерно, да. Примерно? Примерно. Ну, туда же не попадают с рождения, ну, в редких случаях, когда человек родился с каким-то диагнозом, да, в основном это все-таки приобретенное заболевание. Или заболевание, которое ждали своего часа, потому что очень много психических заболеваний генетической основы. И тогда, я не врач, сразу всем хочу сказать, но довольно много, как мне кажется, знаю про это. И, ну, врачи, которые бы здесь были, психиатры, они бы сказали, очень часто шизофрения начинает, например, шизофрения начинает проявляться в позднем возрастовом возрасте, или там 18, 19, 20 лет, 21, 22. А до этого был веселый, симпатичный, очаровательный человек, которому мир нравился, он всех радовал, и все, потом щелк и поехал. А вот что приводит к психическим расстройствам, вот по вашим наблюдениям? Я думаю, что генетика. Генетика все-таки, да? Но не я врач, который имеет право на этот вопрос серьезно отвечать. Это мое впечатление такое. Мы сейчас уедем в область лекций, чего мы не должны делать. Но есть, скажем, ну, любой врач, который бы здесь сейчас сидел, он бы сказал, скажем, депрессия, например. Депрессия есть эндогенная и экзогенная. Экзогенная – это та, которая вызвана событиями реальной жизни. У этого человека, я не знаю, все погибли на войне, чего ему не впасть в депрессию-то. Здесь было бы странно, если бы он оказался вне влияния этого кошмара, который вокруг него. Но есть экзогенная депрессия, которая не вызвана никакими внешними событиями. А он либо придумывает себе, он говорит, вот чашка не так стояла, и теперь жить я не хочу. Вы же понимаете, что это другая история. И вот это, я думаю, это гены. Но врачи меня бы сейчас осудили. Они бы сказали, это гораздо более сложно. Я сама знаю, что это гораздо более сложно. А что происходит в голове, когда у человека панические атаки, депрессия? Когда он… Это сбой нейронной реальной, не искусственной, о которых мы в первой половине говорили, а реальной, живой нейронной сети. Сбой ее работы. Она неправильно работает стала. Вот это и происходит. И в зависимости от того, какой это сбой, он может либо впать в маниакальное состояние и хотеть, как некоторые бывшие герои нашей истории, мировую революцию побыстрее начать на планете. Это чисто маниакальное состояние. Либо, наоборот, впасть в вселенскую тоску. И это много факторов, понимаете? Здесь эндокринная, здесь химия. Условно говоря, соотношение там серотонина и дофамина. То есть здесь много факторов, поскольку, когда мы говорим о мозге, мы говорим о самом сложном из всего, что мы знаем во вселенной, то ждать, что там будут простые ходы, просто глупо. А что тогда отличает мозг счастливого человека, успешного человека, от мозга несчастного человека, который в депрессии, который ничего не хочет? Ну, на этот вопрос не хотелось бы так примитивно отвечать, но вынуждена так отвечать. Да, вот у него в том числе и химия в мозгу изменилась, которая проявляется в поведении. Почему я... Это один из возможных ответов. Почему я выбрала этот ответ? Нет, потому что если бы не так, то тогда антидепрессанты, транквилизаторы, там же много лекарств такого сорта, они бы не действовали. Раз они действуют, они действуют на химию, значит, этот фактор есть. А если человек поменяет поведение свое, да, условно, он находился в депрессии, но его родные вытаскивают, да, из этого состояния, его, там, он едет путешествовать, да, он меняет обстановку, меняет общение, меняет окружение, химия в голове у него может измениться? Она и меняется. Здесь встает вопрос один, сто один, или даже тысяча сто, но один, который я сейчас назову, это на тему курицы и яйцом, а именно у него изменилось его эмоциональное и психическое состояние из-за того, что химия неправильно потекла, или наоборот, из-за того, у него изменилось его поведение, и в результате этого химия этот ответ невозможно дать, потому что все эти истории с курицей и яйцом, что на что влияло, что было раньше, курица или яйцо, безнадежный вопрос, вот это такого типа вопросов, конечно, она у него меняется, но что было первопричиной этой смены, ответ не дать. Вы изучали, как мыслили великие люди этого мира? Ну, насколько это возможно изучать? Это возможно изучать, если читать дневники, письма, мемуары, если вдруг есть, если это более современные, если вдруг есть разговоры устные, ну, типа того, который мы сейчас ведем, или это могут быть косвенные свидетельства, а именно, этот человек написал такую музыку, как же это вышло, или он писатель, он пишет такие романы, значит, так он мыслит, но здесь есть ловушки, потому что человек может писать замечательный роман, а при этом как человека, не как писатель, быть так себе, и вести себя отнюдь не так прекрасно, как предполагает его роман, поэтому это сложные вопросы, чтобы получить правду о том, как это было. И еще одна глобальная сложность сводится вот к чему. Дело в том, что человек сам не знает, как это получилось. Вот все, что я на эту тему читаю, а я довольно много в последнее время читаю, потому что меня интересует вопрос, который вы задали. Я хочу на него хоть какие-то ответы получить. И у меня расчарование, потому что, как правило, эти люди пишут или говорят, да не знаю я, как это вышло. Вот утром проснулся там, случайно по пути в ванную головой на дверь ударился и вдруг понял то, чего я не понимал, там, я знаю, 10 последних лет. Но это, может быть, я грубый пример привела насчет именно головой ударился. То есть какое-то происходит озарение. Да, это носит, у этого есть термины, ну, это эврика эффект, или по-русски это называется ага-эффект. Ага, о, вот оно, вот оно. Или по-английски, я не люблю эти слова, но это называется вау-эффект. А в голове что происходит? Какая-то новая связь? Да, новая связь. Как-то копилось, 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 ничего не понимал, а потом взял да понял. Мне никто больше ничего не объяснял. И я даже ничего особенного не сидел, не додумывал. А просто вот утром не понимал, а сейчас почему-то понял. Более того, не просто понял, а удивляюсь, как я этого не понимал еще утром. Это же очевидно. Татьяна Владимировна, ну это благодаря чему? Благодаря тому, что человек много читал, смотрел, изучал, общался? Нет, это... Это такой человек. Можно очень много читать. Он таким родился? Скорее всего. То есть у него было какое-то земно? Милофердин. Вот так вышло. Повезло. Повезло. Понимаете, сколько бы Моцарт не учился играть гаммы, вот хоть 300 лет, он от этого Моцартом бы не стал. Он им родился. Но это тогда, когда мы говорим о гениях. Мы же не обязательно говорить про гениев. Это бывает в гораздо более мелком, но замечательном масштабе. Ну, среда. Когда ты вдруг додумываешься. Ну, среда тоже имеет значение. А как же? Вы из академической семьи, да? У вас родители ученые. Да. И вы выросли тоже в ученого. Да, но у нас очень много... Я вам испорчу праздник сейчас, потому что много есть примеров, когда люди в другой среде жили. Ломоносов. Деревенская жизнь. Бог знает, где там на севере, кроме медведей, снегов и льдин, ничего нет. И отец отнюдь не академик, мягко говоря. А вот, пожалуйста. Поэтому мы не ждем простых ответов на любой из ваших вопросов. Я могу выступать со стороны с этой и со стороны этой. Я сама с легкостью себя опровергнула. Татьяна Владимировна, а что вы скажете по поводу того, что когда говорят, там, общаешься с пятью миллионерами, будешь шестым. Общаешься с пятью, там, алкоголиками, будешь шестым. Нет, я очень скептически к этому отношусь. Я, кстати, общалась за столом с некоторым количеством миллионеров одновременно. И это было не один раз. И один раз меня почти выточнило. Мне стало очень скучно. Нет, просто они были совершенно неинтересны. Но здесь дело не в том, миллионеры или не миллионеры. Потому что просто эти люди были неинтересны. Но я знаю и других, которые они такие очень состоятельные люди. Они наверняка миллионеры, как минимум. Вот. И это люди, которым, вероятно, надоело просто тратить деньги. и они интеллектуалы, по-настоящему они интеллектуалы, не придуриваются, что как бы я тоже книжки читал. Нет, ты просто видишь, что они читали сложные книги, что у них есть идея добра, что они хотят на те деньги, которые у них есть, не только обеспечить себя и семью, что они, разумеется, делают, и в этом нет ничего плохого. Но они хотят, скажем, давать деньги на образование, науку, они хотят покупать книги и дарить их музеям, не книги, картины, ну или произведения искусства. Они покупают музыкальные инструменты, очень дорогие, и дают их, скажем, способным детям, из которых потом вырастают звезды мировые. Поэтому ответ на ваш вопрос у меня вот двойной. Дело не в том, кто миллионер, а дело в том, что это за личность. Имеет смысл на эту личность тратить драгоценные минуты, тем более часы своей единственной жизни. Но среда же влияет очень сильно. Конечно, у них была другая среда. Или они не восприняли эту среду. Такое тоже может быть. Что делать нашим детям, которые растут сейчас, рождаются практически с гаджетами, да, тут плюс искусственный интеллект, они мало читают завтра. Какое будущее их ждет? Я уверена, что и родители, бабушки, дедушки, тетушки, там вообще все, семья, они должны как-то так придумать жизнь, чтобы этим детям читать было необходимо, чтобы им самим хотелось, не потому, что мама с папой говорят, вот ты мерзавец, мы уже 10 поколений как читаем, а ты ничего не читаешь, нет, он сам должен рваться, вот я помню, у меня есть сестра, которая младше меня на 10 с лишним лет, и она профессор университетской литературы, вед, американец, замечательно способный и все это, она стала заниматься литературой по интересным причинам, а именно ей надоело слушать, при том, что родители ученые, ей надоело слушать, что ты все книжки читаешь, и дизайн сделан, то есть чтение книги было вожделенным временем, когда, чтобы они все исчезли, только все, дали мне книгу-то почитать, потому что ничего лучше не бывает, лет. Вот Юрий Михайлович Лотман, крупнейший историк, теоретик литературы, семиотик, он говорил, литература это возможность прожить другие жизни, дело не в том, что тебе расскажут завлекательный сюжет в каком-то простеньком фильме, слушайте, мы сейчас вот наспорт с вами 10 сюжетов придумаем, по ним можно будет фильмы поставить, не в этом же дело, а дело в том, что когда ты читаешь книги крупных писателей, мышлителей, ты получаешь то, чего ты другим способом получить не можешь вообще, поэтому нужно как-то так сделать, чтобы дети мечтали о той свободной минуте, когда все их оставят в покое и дадут им почитать, это не должно быть наказанием, это должно быть призом, приз, я только этого и хочу, если мы не можем это придумать, сами виноваты, получим детей, с которыми нам не о чем будет говорить. Татьяна Владимировна, последний вопрос, как оставаться такой живой, энергичной, легкой в вашем возрасте? Понятия не имею, я и без кокетства говорю, я не знаю, но я такая, как я есть, это все равно что сказать, плохое настроение? Как измени, бывает, у меня бывает плохое настроение, но я с ним как-то быстро справляюсь, у меня не бывает затяжных, плохих настроений, я что-нибудь нахожу себе в какое-нибудь удовольствие. И мне кажется, вы любите людей еще. Я бы вчера наблюдала, вы никому не отказали, со всеми сфотографировались, Нет, ну это, здесь еще профессионализм в этом, я не могу сказать, что я люблю людей вообще, это нет. Я люблю умных, интересных, пускай неудобных, пускай ершистых, но только не глупых, я не переношу тупых, я просто их не переношу, я понимаю, что они не виноваты в этом, то есть у меня рефлексия это срабатывает, как бы, я понимаю, что они хорошо, но он не виноват, что он дурак, но мне просто не нравится. Поэтому я люблю, пусть это будет опасно, интеллектуально опасно, пусть этот человек может ответить так, что он не оставит камня на камне, на камне в том, в чем я уверена, тем мне интереснее. То есть я сама туда пойду, вот на этот я люблю рисковать, и я люблю этот огонь, поэтому где поопаснее туда, я как раз и отправлюсь. И самое главное, этот огонь есть у вас. Ну, наверное, вам виднее, мне же изнутри это не видно, это без кокетства, это я правду говорю, это как продолжение вот того, что мы сейчас обсуждали, люди не знают, как эти открытия к ним приходят, как он додумался, также и вот на этот ваш вопрос, я абсолютно честно говорю, что я не знаю, так выходит. Спасибо, Татьяна Владимировна, спасибо большое за это короткое, но очень важное для нас интервью. Спасибо большое, и вы очаровательно красивы, и быстры умом, поэтому я вам ответный даю комплимент, и видят небеса, что я говорю правду. Благодарю.